Привет, друзья! Как в России, так и в Казахстане большинство жителей городов практически не интересуются темами ЖКХ. Мало кто знает, как можно в принципе решать те или иные вопросы в сфере взаимодействия города и горожан. Дело в том, что мы привыкли еще с советских времен, что все жалобы и просьбы обычно попадают в долгий ящик, а значит и нет смысла тратить свое время даже на попытки решения этих проблем. Ну, конечно, это до поры. Пока можно терпеть и, как говорится, совсем не прижало. К моему удивлению, в Казахстане, а именно в городе Нур-Султан, городские власти решили создать площадку для обсуждения и решения некоторых направлений жизни гаража. Я попробовал понять, что это был за опыт и удалось ли добиться результата. Гульвер, добрый день. Мы с вами находимся в акселераторе. Как правильно называется? Городской акселератор развития города Нур-Султан. В рамках задач по развитию ЖКХ, каких удалось достичь целей за эти 100 дней, которые уже заканчиваются скоро? Целей достигнуты большое количество. Давайте я расскажу подробно по блокам, как разделена работа на площадке городского акселератора развития по вопросам именно КСК. Блокер разделен на три задачи. Получается, первое — проведение информационной кампании. Информационная кампания будет нацелена на сокращение правового нигилизма в обществе для того, чтобы повысить грамотность собственников, рассказать про границы ответственности, где границы ответственности собственников проходят, где органы управления, где местный исполнительный орган. То есть это некий такой ликбез для жителей, если так простыми словами. Можно, да, можно и так сказать. Вся информационная кампания, она проделана с учетом 360 градусов. Любой вопрос, любой постер, брошюра, которую мы разработали в рамках работы городского акселератора, тестилась на разных уровнях. Если мы создаем постер, который направлен на то, чтобы рассказать собственнику, где границы его ответственности и в каких зонах он отвечает, то есть собственник не отвечает и не думает в рамках своей квартиры, то есть он не должен так думать. Он должен думать в рамках всего дома. Мы ему должны рассказать, из каких частей этот дом состоит. Проанализировали закон, разделили на бизнес-процессы, визуализировали в понятную картинку, пришли во двор к жителю и спрашиваем, понятно или нет. Что понятно, что непонятно, где нам что-то уточнить. Забирали обратно в группу и обсуждали уже, работали над улучшением. Если брать блок по цифровизации, у нас разработан в рамках работы городского акселератора общегородской рейтинг органов управления. Что это значит? Это значит рейтинг 360 градусов опять. Смотрим, составляем критерии со всех сторон по KPI тех участников, которые проходят в управлении домами. Что это значит еще? Что рейтинг будет динамичный. Заявки, если у нас приходят в центр Айкомек, мы будем смотреть на скорость закрытия заявки, мы будем смотреть на саму реакцию по заявке, мы будем смотреть на качество исполнения заявки. И рейтинг будет показывать динамику. То есть житель, что это дает жителю? Житель уже не будет с закрытыми глазами выбирать себе орган управления. Житель уже не будет искать, где же этот орган управления качественный взять. Он заходит в рейтинг и видит динамику. Он сам принимает решение, желает он такой персонал у себя дома видеть, либо нет. Орган управления мы называем фактически КСК, управляющий компания управления. В простонародье, да, это термин КСК, он уже прижился, он понятен. На самом деле это орган управления. А на чем основывался на сегодняшний день, пока еще нет такого взаимодействия с жителями, этот рейтинг? Что являлось основными критериями? Есть критерии у жилищной инспекции. Это их критерии, их показатели. Есть ожидания по собственникам. Это делался опрос собственников. Все открыто, все в рамках открытой площадки городского акселератора. Везде было освещение в СМИ, была дана ссылка. Были опросники, запускались опросники. Мы смотрели настроения в домах, в пилотируемых домах, как люди отвечают, довольны, недовольны, какие настроения внутри дома. То есть это такой очень консолидированный, подробный анализ, который позволил нам говорить, что да, эти критерии важны. Да, допустим, в оказании сервисных услуг этот критерий важен. Да, для местного исполнительного органа очень важно, сдан, подготовлен дом к теплу, либо нет. Какой акт готовности, сколько в актах готовности нарушений. То есть это их КПА. Вот этот рейтинг, он все охватывает. Правой нигилизм самих жителей – это действительно проблема. Мы хотим, чтобы наши дома и дворы были лучше, но при этом даже не знаем, где начинаются и заканчиваются наши права и обязанности в отношении содержания общедомового имущества. Рейтинг управляющих компаний или КСК, ТСЖ – вещь, безусловно, нужная. Но как применять эти знания жителям? И вообще, готовы ли сами жители эффективно управлять своими домами? Не секрет, что есть две точки зрения. Одна точка зрения говорит о том, что местные жители, то есть жители самих домов, могут, как им кажется, спокойно управлять домом и решать все вопросы, связанные с ЖКХ. Есть другая точка зрения, когда люди понимают, что этим должны заниматься профессионалы, профессиональные управляющие компании. С вашей точки зрения, где перспектив больше и как сделать так, чтобы не было случаев, когда эти самодеятельные управляющие компании в итоге приводят к не очень хорошим результатам, будем так мягко говорить? Моя точка зрения всегда отталкивается от конечной цели. То есть, что мы хотим? Если дом 20-ти квартирный, 25-ти квартирный, я думаю, можно найти управленца, который способен сам организовать правильное управление в таком доме. Там 20-25 квартир, все соседи, все друг друга знают. Но если мы говорим уже о структуре МЖД, которая от тысячи квартир и больше, я склоняюсь и, наверное, даже где-то буду настаивать на том, чтобы работали в органе управления квалифицированные кадры, чтобы сервис оказывался согласно каких-то стандартов, чтобы я понимала, что такое хорошее качество обслуживания, что такое плохое. То есть, я здесь уже буду критично смотреть на то, как предоставлена мне услуга как собственнику, потому что первое МЖД — это объект чрезвычайной важности, это объект жизнедеятельности в первую очередь. И второй момент — я плачу деньги уже сегодня. Я не готова отдавать свой дом, чтобы у меня какое-то паломничество учеников, тренировочных групп было, и я буду думать, надо мне это, не надо. Я хочу, чтобы за мои деньги сразу была оказана качественная услуга. Качественная услуга — это высококвалифицированный персонал, который приходит на свое рабочее место и понимает, для чего он и что он должен делать. Не знаю, как вам, но меня при фразе «надо провести собрание» охватывает уныние. Возможно, это память советских или школьных времен, а может, это просто желание заниматься своим делом, а все остальные дела делегировать кому-то, кто в этом более сведущий. Например, я же не стою за камерой, в этом вопросе доверяю операторам, которых, кстати, нанимает HR-специалист. Вот и здесь я не хочу заниматься тем, в чем почти ничего не понимаю. Я не могу определить даже, какой из двух кандидатов в дворники лучше справится со своими обязанностями. А вы предлагаете мне оценивать инженера по теплоснабжению или по обслуживанию таких сложных и опасных механизмов, как лифты. Очень самонадеянно. На ваш взгляд, как сделать процедуру использования средств, которые поступают на ЖКХ, более прозрачной? Прозрачной. В этом нам помогает реформа, которая сейчас идет в изменении законодательства. Самое главное правило — разделить управление от сервиса. Сейчас, к сожалению, КСК в городе, наверное, по объективным причинам и обстоятельствам, они смешали управление и сервис. Получается такая история, что сам себе управляющий, сам себе наниматель, сам себе акты подписывающий. Это не совсем верно, отсюда отсутствует прозрачность. Второй показатель отсутствия прозрачности, когда деньги со всех домов скапливаются в одном счете. Мы не можем правильно разграничить, на мой этот дом пошла затрата или услуга, либо на какой-то соседний. Я тоже не готова за свои деньги поддерживать какие-то соседние дома. Поэтому есть норма в законе. В течение 15 дней орган управления обязан открыть два счета, текущий и сберегательный. Все тарифы утверждаются общим собранием собственников квартир. И когда я говорю, что разделить про управление, орган управления обязан управлять. Что такое управленец? Управленец, который налаживает бизнес-процессы по дому. Он не подметает, он не моет полы. Он как раз-таки налаживает коммуникацию и создает внутреннюю команду дома. Это Dream Team в нашем доме. То есть фактически он является нанимателем всех этих профессионалов? Он может быть нанимателем, то есть собственники его избрали, они ему доверительное управление дали свое имущество, он нанимает сервис. Он может инициировать процессы по принятию решений внутри дома через собрание. Уже, ну, получается, ответственность разделяется, и она разделяется правильно. Собрали собрание, две-три этих подписи собрали и сказали, что вот этот у нас моет полы, этот у нас делает ремонт, этот, не знаю, инженером работает. Но все это согласовано, дружно и прозрачно. Мы понимаем, куда уходит и сколько денег уходит. Если честно, то я думаю, что желание участвовать в общественной деятельности есть только у единицы. Для этого нужен определенный характер и мотивация. Большинство же граждан вынуждены принимать активное участие в управлении домом, так сказать, от бедности. Гораздо проще заплатить определенную сумму денег, а дальше относиться к недвижимостью, как и положено к ней относиться. Во-первых, как к месту проживания, а во-вторых, как к активу, который стоит денег и может либо приносить доход от аренды или увеличиваясь в цене, либо нести на себе расходы за пользование. Но в последнем случае я, безусловно, хочу видеть прозрачность этих расходов. Я знаю, что некоторые застройщики, у которых есть свои управляющие компании, фактически уже делают свои IT-платформы, где житель может фактически через платформу, через мобильное приложение оставить заявку на ту или иную задачу. Вот насколько, скажем так, такие платформы помогут взаимодействию между жителями, властью, ЖКХ, управляющими компаниями, как угодно? Ну, это как инструмент же, да, то есть у нас мы можем... Я могу с вами пообщаться через телефон, могу через почту электронную, если совсем уж отталкиваться, факс могу поискать. Но на самом деле это инструмент для того, чтобы дать какое-то обращение. Инструментов может быть много, но инструмент в том случае хорош, когда он завязан со всеми процессниками в управлении домами, и когда есть понятная системная обратная связь. То есть мне недостаточно через приложение просто отправить заявку. Да, приложения существуют, они облегчают где-то процесс обращения и общения с менеджером дома, если мы говорим про управляющую компанию застройщиков. Но этого не всегда достаточно. То есть хочется развивать IT в части составления планов по развитию дома, хочется электронное голосование. Есть потребность в том, чтобы формировать затраты, то есть шкалу затрат на месяц. Допустим, в доме существует такая проблема. Один хочет парковки, другой хочет детские площадки. Пусть проведет какое-то негласное, непротокольно закрепленное голосование, хотя бы посмотреть пороги, куда стремится дом, к детской площадке или к парковке. На это хочется влиять. Все это может облегчить мобильное приложение. Те инструменты, которые есть, WhatsApp и Telegram, во-первых, у них ограниченные ресурсы, во-вторых, это все теряется и там все превращается в какие-то споры ненужные, нет конкретики. А есть какое-то в этом смысле направление, которое было выработано здесь в рамках акселератора? Да, есть приложение Smart KSK, есть приложение, то есть рейтинг в какой-то части будет охватывать процессы управления. Это тоже через приложение. Мы никуда сейчас не уйдем далеко без цифровизации. Часть деятельности наших каналов касается профессионального сообщества. Когда я вижу, как регулярно собираются руководители мелких и крупных компаний и тратят по несколько часов на голосование по разным вопросам, то хватает за голову. От такого бездарного использования времени серьезных людей. Кроме голосования и учета расходов денег, сегодня с помощью IT-технологии можно реализовать много процессов. Важно захотеть. Лично я верю, что только рынок движет процесс. Пока нет действующего лица, которому выгодно инвестировать время, деньги и другие ресурсы в ту или иную технологию, убежден, что любая оптимизация процессов будет идти крайне медленно и неэффективно. Именно поэтому мне кажется, что ожидать существенного прорыва в отрасли, несущей на себе огромное наследие Советского Союза, без привлечения сил малого и крупного бизнеса, не стоит. А вот в рамках этого обсуждения взаимодействие именно с профессиональными управляющими компаниями как-то строилось? Вот вы говорите 360-верос, вот их мнение как-то учитывалось и как? Они были участниками, они заходили на площадку, то есть городской акселератор развития, он был открыт для всех, здесь не было какой-то выборности. Все приглашались, все анонсировались о том, что здесь происходит. Управляющие компании и представители ассоциаций управляющих компаний тоже приходили и принимали участие в обсуждениях. Они давали свое мнение, мнение учитывалось. Здорово, спасибо вам большое, я, естественно, желаю вам удачи в таком непростом деле и, конечно, успехов. Спасибо вам. На этом пока все. Смотрите новые видео на канале «Недвижимость Казахстана», предлагайте темы, которые вас интересуют. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, ищите нас в соцсетях, в Facebook и ВКонтакте. Всем рахмет, пока!